Приветствую вас! Давайте попробуем разобраться с тем, что вы написали. Значит, можно ли назвать людей, которые занимаются только тем, что пишут и издают книгу за книгой, немного аутистов? Нет, нельзя. Об этом вам уже сказали мои коллеги. Так, у моей мамы есть два брата. Двоюродный и родной. Так вот, двоюродный как раз только и делает, что пишет книги на тему, как зарабатывать и на другие материальные темы. Это его право. Он есть штуки три. И сдал, и все не останавливается. Опять же, это его право. Он на этом зарабатывает. Ему не нужно ничего больше делать. Это приносит ему доход. Он даже банки, по-моему, в разные университеты ехал, претендовал. Опять же, это его право. Это его право. Из-за этого он даже ни разу не посещал могилу своего вас. Видите ли, дело в том, что у разных людей свое отношение к духовным темерствам. И поэтому, как бы, он, ваш брат, вполне вероятно, просто по-своему переживает. То, что его отец умер. Ему для этого не нужно приходить на могилу, ухаживать на могилу. Вообще, можно считать это все, как раз таки, теми самыми материальными темами. Потому что отца его нет. Есть уже тело, которое не его отец. И лучше он будет делать то, что ему нравится, делать то, что он хочет, делать то, что делает его счастливым, так, как и хотел его отец. Вряд ли его отец хотел, чтобы он приходил на могилку к нему и ухаживал за ней. Ну, вряд ли. Не отдельный обещавший родитель этого до своего ребенка не хотел. Да, иногда может, если есть желание. А если нет, то и не придет, то и не надо. Это не обязанность. Это как можно так? Это его право. Если вы это делаете, то не надо, что это должен делать другой человек. Зато он без книги на финансовые темы. Это его право. За могилой мы ухаживаем с родственниками, да и за могилой моей бабушки тоже. Но это ваше право. Это ваше право. Вы сами для чего это делаете? Почему? Это ваш мотив или так нужно кому-то другому? Если ваш, делайте это, потому что вы считаете это правильным. Если кого-то другого, подумайте, почему вы чешой мотив, левый мотив, ставите выше своего. Так, я понимаю, что могила отца находится в Волгограде у нас, а сам она в Москве живет. Но та причина из-за чего он не приходит на могилу, извините, но она не стоит свечи. Не в книгах дело. Книги это его занятия, это его деятельность, это его хобби. Но не приходит он на могилу отца ни из-за книг. Не приходит он, потому что не хочет. И это его право. Другое дело, что вы, скорее всего, либо ему завидуете, либо вы проектируете на него свою обиду за то, что мы-то должны это делать. Вы-то обязаны этим заниматься, а он-то этим не занимается. И вам от этого, ну, больно, что вы это делаете, а он занимается этим другим. Потому что в душе вы тоже хотели бы чем-то заниматься другим. Но обязаны делать это. Если так, то нужно подумать, что вас останавливает, значит, ну, что вас останавливает от того, чтобы делать то, что нравится вам. А не то, что нужно или, там, чем-то принято и так далее. Да, наши книги можно и не писать. Это вы почему-то так решаете категорично, что можно, а что нельзя. Но можете решать это только для себя. Другой человек решает для себя. И если это его заработать, то он должен писать книги. По-другому денег он не заработает. Ага, так, значит, написать по многу книг и более ничего не делать, даже на могилу не приходит такое чувство. Это для тех, кто верит в это. Есть люди, которые не верят. Могут им не верить. Или не настолько верят. Поэтому решили спросить, извините, если вопрос глупый, но это, но все ли это не мой близкий, все ли это не мой близкий человек? Если это не близкий человек, почему он вас так волнует? Сейчас сказать, что у него явно что-то не так. Нет, у него все в порядке. Он занимается делом, которое приносит ему прибыль. А вот почему вас это волнует и задевает? Это уже более серьезный вопрос. О котором вам самому стоит подруг подумать. О котором вам самому стоит размыслить. Как и сказала вам моя коллега Марина Голиков. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!